всем привет вы на канале лазница у меня канал о прическах и сегодня я хочу вам показать урок по косе из 7 прядей в прошлом видео была коса из 6 прядей тоже все подробно показывала так что подписывайтесь на мой канал чтобы не пропускать новые видео итак я в прошлом видео показывала что я наношу воск на все волосы сейчас он у меня уже нанесен так как я снимала для вас предыдущее видео поэтому я не буду утяжелять и наносить больше волосы становятся более эластичными убираются пушок и удобно плести все косы где есть много прядей я начинаю всегда с 3 и отделяю первую прядку и также делю ее на 3 значит сейчас я буду плести косу из 7 прядей на изнанку то есть последние крайние пряди будут идти под низ как это сделать изначально то есть с самого начала вот я беру три прядки и если мне нужно коса из 7 прядей с прядками под низ то и эту я начинаю плести под низ если бы мне нужно было с прядками наверх то есть чтобы подхваты закрывали косу то я бы начинала вот как обычную косу итак я буду плести с подхватами под низ поэтому и сейчас начинаю подхваты класть под низ так правая прядка под среднюю идет и левая прядка под среднюю вот один раз мы проплели теперь уже мы добавляем остальные пряди как я это делаю я просто отделяю подхват но не добавляю его к прядям а добавляю его как самостоятельную прядь то есть вот я делила подхват и он у нас будет идти на вот эту вот и под среднюю вот так вот то есть тут видно куда он должен идти он должен идти на вот эту прядку они под нее то есть если под нее как вы видите плетение не получится так он перекроет эту прядь у вас получится плетение значит добавляем четвертую прядку она идет на прядь и под прядь переходит в левую руку вот так все у нас есть четыре пряди теперь мы добавляем пятую прядь также берем подхват и кладем его на прядь и под следующую прядь и под следующую прядь забираем в правую руку вот как вы видите у нас есть уже пять прядей 1 2 3 4 5 так осталось добавить еще две также отделяем подхват находим первую прядь и смотрим что подхват мы будем добавлять под нее чтобы плетение получилось под нее на следующую прядь и под следующую прядь и переходит в левую руку все теперь у нас есть шесть прядок и добавляем последнее уже седьмую также под прядь напрядь под прядь и переходит правую руку взяли подхват положили его под прядь затем напрядь и под прядь и перенесли в правую руку и перенесли в правую руку все у нас есть 7 прядок 4 с одной стороны 3 с другой и теперь просто продолжаем наше плетение крайняя прядка у нас идет под прядь напрядь и под прядь переходит в левую руку вот так вот теперь с этой стороны крайняя прядка у нас идет под прядь напрядь и под прядь переходит в правую руку просто изначально держите правильно пряди в одной во второй руке вот вы вот эти пряди держите значит вам нужно вот этой крайней прядкой проплести только вот эти вот пряди эти не трогая то есть вы проплетаете переносите в эту руку вот под прядь напрядь под прядь и переносите в эту руку теперь эти пряди оставляете в правой руке а с этой стороны вы крайней прядью проплетаете только вот это вот то что у вас остается с этой стороны эти пряди не трогаете вот крайняя прядь под прядь напрядь под прядь и переходит в правую руку и вот такая вот интересная коса у вас получается а сейчас я покажу как ее плести с подхватами так делим на три пряди я буду заплетать наизнанку косу поэтому начинаю сейчас плести под пряди правую прядь под среднюю и левую прядь под среднюю вот один раз проплет сделали справа и слева и все теперь начинаем добавлять пряди просто нам сами пряди подсказывают как их добавлять как вы видите нам нужно перекрыть эту прядь значит мы кладем на нее и под следующую под эту с другой стороны добавляем прядь кладем на прядь как вы видите и под прядь и забираем в правую руку эти пряди уходят в левую руку и справа опять добавляем прядь видим что она просится под вот эту прядь чтобы у нас получилось плетение вот под прядь напрять под прядь и теперь с этой стороны также добавляем последнюю уже прядку берем подхват кладем его под прядь напрять под прядь и переносим в правую руку все у нас с вами есть 7 прядок 3 с этой стороны и 4 с этой и начинаем наше плетение с подхватами значит справа крайняя прядка уходит под прядь пока что держите ее эту прядь я убираю чтобы не мешало и добавляем к ней подхват добавили подхват вернули к прядку и теперь у нас наша крайняя прядка идет под прядь добавляется подхват затем она идет на прядь на вот эту прядь и под следующую прядь вот так и переходит в левую руку вот так теперь слева то же самое у нас крайняя прядь идет под прядь убираем чтобы не мешало добавляем к ней подхват забираем обратно прядку значит напрять и под прядь и забирается в правую руку вот так и так и продолжаем плетение то есть все время крайние пряди у нас идут под пряди к ним добавляем подхват и проплетаем вот эти вот прядки которые у нас идут до руки то есть вот которые у нас висят вы вот этой крайней прядкой проплетаете и она переходит в эту руку вот видите вы перенесли ее в эту руку а вот эти пряди переносятся в правую и теперь то же самое с этой стороны крайняя прядь у вас проплетает все эти пряди и переходит в правую руку то есть так вы не запутаетесь если будете правильно держать пряди так под прядь напрять под прядь и переходит в другую руку еще такой нюанс когда вы плетете широкие косы то подхваты лучше отделять где-то вот до начала этих кос то есть не до средины косы что вы аж вот так вот сюда гребете под подхват а лучше вы берете подхват до вот этой вот до начала вот косы тогда у вас не будет прядь скручиваться то есть бывает так что когда вы плетете причем туго то у вас прядь коса коса начинает скручиваться вот так сморщиваться а чтобы она была вот такая ровненькая красивая то пряди просто нужно не доводить до центра подхвата точнее и продолжаем наше плетение крайняя прядь идет под прядь и сразу на следующую прядь добавляем подхват к ней возвращаем прядь и кладем под последнюю прядь и справа под прядь добавляем подхват напрядь под прядь все если вы вдруг запутались то есть у вас разные пряди в разных руках как понять докуда вот этой вот крайней прядью проплетать просто запомните что вам нужно вот этой крайней прядью проплести до вот этой вот видите где она у вас идет вот вы находите эту прядь если вдруг у вас как-то вот так вот запуталась допустим то вы находите эту прядь и все она последняя на ней вы заканчиваете то есть под прядь напрядь под прядь вон она последняя и переходит в другую руку видите вот так же с этой стороны вот эта прядь вот с подхватом Также, чтобы не запутаться с этой стороны, вы проклетаете, чтобы она была последней. Вот и все. Также, вот немножко подтягивайте ваши прядки, чтобы тут было все туго. Продолжение следует... Подписывайтесь на мой инстаграм, там я выставляю мини-версии своих видео всех. А также в историях иногда тоже делаю какие-то уроки, которых нет здесь. Так что, кому интересно, заходите. Всем рада! И вот так мы плетем, пока наши подхваты не закончатся. Потом мы будем просто плести, как я вам показывала в самом начале видео. Главное не терять пряди, не перекручивать их, а находить. Вот у вас самая первая, потом вторая, третья, четвертая. То есть, они могут, когда вы затягиваете, просто, видите, вот так потеряться, и вы не знаете, какая первая прядь. Просто вспоминайте, что у вас все пряди идут под прядь. И, значит, таким образом находите самую первую вашу. Вот она. Она должна идти под прядь, на прядь и под прядь. Это сложно управиться с таким количеством прядей, но просто. В этом нужна практика. Вам нужно пробовать, пробовать, пробовать. Сначала без подхватов, просто позаплетать несколько раз. Потом уже пробовать с подхватами. Старайтесь смотреть видео, я его сделаю не сильно быстрым, чтобы плести вместе со мной и смотреть, куда я такие прядки увожу. Вот, вы распределили пряди, поняли, какая первая, вторая, третья, четвертая, и продолжайте свое плетение. Вот, забираем слева последний подхват. И забираем справа последний подхват. Все, теперь у нас будет плетение только из оставшихся прядей. Вот, распрямляете, крайняя прядь, под прядь, на прядь, под прядь, переходит в правую руку. Эти три забираем в левую. Справа то же самое, крайняя прядь, под прядь, на прядь, под прядь и переходит в левую руку. И так мы плетем, все, пока наши волосы не закончатся. Вот, косу я доплела, и я ее еще хочу немножко вытянуть. Поэтому закалываю пока зажимом, чтобы мне было легче вытягивать пряди. Если вы сразу завяжете, то тогда у вас будет туго прядь вытягиваться, и будут сильные петухи. Поэтому, если вы сначала заплели, а потом захотели растянуть, то лучше просто заколоть. И сейчас я покажу, как можно преобразить эту косу. Несколько вариаций, и даже никто не поймет, что это коса из семи прядей. Итак, первый вариант, это просто растянуть края косы. Растягивайте тоже аккуратно, я всегда начинаю снизу вверх, двигаюсь. И тяну я не за всю вот эту вот прядь, а только вот за кончик пряди, чтобы у нас коса была плотная. То есть, вытягивая только кончик, чтобы основание этой пряди у нас было крепким. И вот так по прядкам, то справа, то слева, растягиваете косу. Но лучше, когда вы уже научитесь хорошо плести, лучше это делать по ходу плетения. Так у вас коса будет чище. Вот такая вот косища получилась всего лишь из семи прядей. Я не представляю, что будет из десяти прядей, из девяти. Если интересно, то оставьте плюсик в комментариях, и я сниму такой урок. Значит, растянуть можно вот так. И еще один способ. Тут вы точно не узнаете, что это коса из семи прядей. Видите, у нас по центру идет такая, как вроде косичка. Я сейчас возьму и просто ее вытяну. Тоже растяну в бока. И у нас получится такая, как двойная коса. Одна сверху, одна снизу. Сейчас вы поймете. Видите, образовывается косичка по центру. Вот такой вот интересный узор получается. То есть, получается коса по центру и коса еще снизу. Непонятно, как вы это заплели, но видите, просто коса из семи прядей. И пофантазировать, какие прядки можно вытянуть. И все, шедевр готов. Вот и подошел к концу мой урок. Сегодня я надеюсь, что научила вас плести косу из семи прядей. Если вы будете пробовать, то отмечайте меня в инстаграме. Буду лайкать. Мне приятно всегда смотреть на ваши работы. На сегодня у меня все. Так что я буду с вами прощаться до следующего видео. Не забудьте подписаться, если вы случайно на моем канале. И с вами была Лозница Вика. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok